Итак, с вами Дугая, мы продолжаем играть за Франкию. Мы немножко расширили свою территорию, но самое главное, мы расширили свои территории генетически. У нас наши дочери на тронах Баварии и Италии сидят. Мы сейчас эти территории заберем себе, а позже будем думать на Талтаринге и Бургундии, а там уже и до какой-нибудь Аквитании, недалеко. Так или иначе, вдруг еще не подписан, обязательно подписывайтесь. А у нас впереди война за баварское наследство, поехали. Эта армия у нас на самом деле крошечная, я бы сказал, 4000 всего, но там не больше, поэтому нас это устроит. И да, бавария, увы, развалилась. Таким образом, в нашем предназье мало что теперь значит. Тогда нужно пойти, нас позвали в войну в Италию, оставшими здесь. Следовательно, королевство Италии, да, чуть-чуть распадается. Нужно спасти ее и получить себе до Юрия корольца Италия, там можно уже будет под Юрия остановить все. Я, кстати говоря, соблазняю королеву Бургундии. Это тупое, нет, мы... Прекрасно. Вот у нас и здесь теперь есть, скажем так, связи. И на Алтарингию нападают неверные. Мы с ними разберемся, нашими апельерами. Восстание в Италии было подавлено, но немножко Италия уже, конечно, не та, что была раньше. Теперь еще война против тирании. Ну, надо помогать. Нам это, королевство, надо как-то забрать будет. Этих войн всех. Мангу получить свой став паранойя звучит достаточно полезно, кстати говоря. Я думаю, надо взять. Хотя, конечно, вместо стресса сейчас будут большие беды. Я пытаюсь убить того, кто восстал в Италии. Это может нам помочь. Надо только чуть-чуть выиграть времени. Прекрасно, а вот и восстания в Италии нету. Как интересно. Что я могу сказать? Нам придется сделать вот так. Это меня немножко... Кидает неприятных вещей. Потому что я так сделал, но... Но так надо было поступить, потому что нам нужна Италия. А, и она женится на... Сыне своей сестры. Забавно. Ой, там появился... Мой ребенок, которого мы признаем. Он, конечно, бастард, но теперь... Блядь, опять дочь. Повезло, повезло. Что-то как-то неудачно с этим получается. Ну ладно. Теперь у меня и там есть некоторый ребенок в наследии. Хотя, конечно, в сомнительном наследии, тем не менее, в конце есть. О, я сразу захватил свою дочь. Прости, но... Так нужно было сделать. И вот мы получили себе королевство. Возможно, она, кстати говоря, обратно его получит потом. Но сам факт есть. Оно у нас. Можем теперь повосстанавливать... А, или мы не можем. Вот это, по-моему, нам нужно. Так что сюда будем идти сейчас. И нам нужно поднять... Повторяйте короны. Хорошо. Теперь можно будет отнимать титулы. Так что можно будет немножко реорганизовать наше здесь владение попозже. До кондитера допросили. Но одна дочь уже пропала. И ко мне северяне приходят. Переменчивость. У нас душит. Мы прогоним, как всегда. Так что да. Забавно, что переменчивость дает столько минус... Столько плюс стресс. Это прям грустно. Также мне сделали брошку. Владовитость и престиж. То, что надо. Ну, я приехал на пиры. Здесь мы неплохо снимем стресс, которого у нас, увы, слишком много накопилось. Вот еще регалия. Престиж, благочестие и налог. Плюс сила соблазнения. Приятно. О, пока мы вылезли в пиру. Смотрите, что мы получили. Шанс на успех минус. Соблазнение минус. Шикарно. Ну и расправляемся теперь со северянами. И да, со стрессом, как я говорил, у нас проблемы. Дипломатия одну, либо тирания 26. Ну, дипломатия придется, увы. Теперь они знают, что я хочу убить вот этого чела. Мы не сможем. Кто именно хочет его убить, неизвестно. То у нас ничего не произойдет с нами. Но, да, придется отменить. Тогда продолжаем здесь планы. И умертвый. Еще один наследник. Какая жалость. О, мы наследовали вот здесь вот еще такой вот замочек. Под Парижем. И можем, в принципе, его себе оставить, потому что здесь можно строить поместья и фермы. Это очень выгодно. О, лес из преступников и предателей. Давайте начинать. Собиратель. И мы получаем лес трупов плюс налоги плюс контроль в Ильде-Франции. А, прекрасно. А еще стоит, наверное, нам сходить в универ. Опять. Придется вот подальше ехать. Ну, что поделать? До Ватикана, видимо. А, еще 14 месяцев. Окей, подождем. А вообще, давайте, наверное, сходим в паломничество. Перед этим как раз потратим на это время. Конечно же, с фанатизмом. Мы будем сосерцать. И смеренное паломничество делаем. Максимум благочестия нам нужно. Было бы неплохо его прям побольше нафармить. Это всего 160 монет. Нормально. И сладкоежка угощается оружиным пирогом. Ой, как приятно. Наша дочь становится королевой Бургунди. Когда наша вот эта королева умрет. Как удобно. Мы, кстати говоря, начинаем худеть. Я подозреваю это из-за сдержанности. А теперь влияет на набор веса. Скрытно. Может, вот это тоже как-то влияет. Скорее всего, аппаратное как будто звучит. Тоже как будто это минус должно быть. В целом, почти все перки на это влияют. Из-за этого наш персонаж начинает становиться очень тощим. Это не привлекатель, конечно. Но лучше так. Зато хорошие перки, хорошее здоровье. А еще я знал, что кто хочет убить меня. Но удача нас убить. У нас здесь очень хорошая защита. Мы нам подарили гибелин франкгонского народа. Красный артефакт для нашего двора. Это и признание, и вклад в могущественных вассалов-соседников и увеличие. Все отлично. Ой, нам говорят, мы можем завассалить соседей. А, это достаточно приятно. Я думаю, я все-таки сделаю сначала вот... Нет, даже давайте не так, а вот так. Влияние. Да. Будем улучшать отношения без траты денег. Желательно. И вассалить их потихоньку. Можем нашу дочку завассалить. О, а это же вообще суперполезно. Наверное, тоже надо с ней получать отношения будет. И кендрид, мой соперник, хочет нас убить. Мы с ним разберемся, его пожалуй. Так, и нас хочет кто-то вместо бога отправить. К этому неплохо. Подожди. А, он монахом хочет стать. Я понял, окей. Немножко не то. Можно вообще сделать вот так, но... Нет, нет, нет. Я думаю, благочестие нам стоит взять. Можно купить экзотичные товары и их потом продать. Нефтере дорого. Это звучит полезно. Возвращаться домой. Получили мы решительный паломник. Благочестие и опыт паломника. Скоро дофармим первый левел. Будет приятно. Плюс, по идее, мы фармируем путешественника, который может дать нам здоровье. И наш Шурин погибает. Это был как раз кем уж нашей любовницы. Нет, новых любовниц нам не надо. Теперь, самое главное, что я сделал. Вряд ли тут же будут наследники. Потому что сейчас он не появился. Муж мертв. Получается, наследник сейчас моя дочь. Все прекрасно. И двузайцам по ним, так сказать, одной змеей. Здесь тоже... Так, кстати, первый наследник не самый хороший. Как будто... Сейчас надо как-то будет потихоньку разобраться со всеми наследниками, чтобы дошло до нашей дочки. По крайней мере, можно заняться вот здесь. Сменой наследия. Да, вот и путешественник подъехал. По дипломатии, но потом это даст нам бонус здоровья. Ну и еще теорики-то, бонусы другие тоже возможны. Ну и мы можем там те товары продать. Отлично. Ну и вот мы можем этого парня уже взять с нашим вассалом. Шикарно. По интригам я хочу взять двойные происки, а потом можно перейти качать все дальше ученость. О, скучные казни слишком у нас. Мы такие, блин, надо сделать с казней повеселее. Можно их сгонять принудительно. Либо, наоборот, казнить чаще. Давайте возьмем все-таки казнить чаще. Так, у нас там я решил сзадить своего наследника. Ребята немножко на меня разозлились за такие вещи. Мы покажем им, что они были неправы. И я все убиваю наследников. Здесь вот лотаринки. У нас из этого все больше и больше охватывает стресс, что меня немножко пугает. Но вот, наследники уже начинают идти из нужной династии. Нужно еще чуть-чуть прочистить, так сказать, дорогу. Знаешь что, нужно пробежаться на гешалму. Демоны покинут меня. Нам нужно как-то бороться со стрессом, увы. И мы так неплохо повоевали. У нас, конечно, кончаются наемники. Ну, у врагов кончились по ощущению полностью солдаты. А мы получили себе почти 50 пленников. Можно будет их сейчас напродавать только так. И да, нам надо будет долго идти, потому что сейчас все внуки эти, потом эти. Здесь, благо, их нету. Потом все внуки вот эти пойдут. Да, тут, конечно, еще работать и работать. Но ничего, ничего. Рано или поздно дойдет и до нас очередь. О, мы можем сообщество в Иль-де-Франсе торговца поставить. Либо мы можем получить ячейку зданий в Иль-де-Франсе с гаванью. Это супер выгодно, потому что мы еще потом получим от тех, от технологий. Это очень круто. И да, выкупаю всех пленников. Так. И садим половину наших насалов в тюрьму опять. А также отнимаем у него вот эту территорию. Больше мы не можем отнимать, но он все еще остается, по идее, в нашей тюрьмнице. Ну да, он при смерти, отлично. И какая жалость умера. А, личное передение письма. Нет, нет, нет. У нас со стрессом очень большие проблемы. Надо на какой-то пир сходить, не знаю. И, в общем-то, у нас есть наследник, который получит сейчас все вообще, что у нас есть. Вот этот паренек. В принципе, жадность, фанатизм, амбиции. Слышно так плохо. На самом деле, действительно, может он и норм. Видите, ничего не потеряем мы. Вроде как. Как будто меня это устроит. Нужно желательно только успеть, наоборот, получить. Здесь начинают появляться дети. Нужно убить этого сына. И если вдруг появится еще один сын, убить его. А мне бы, наверное, развестись. Но мне не дадут. Ага. Потому что он имеет хорошее отношение к королеве, увы. Честный ивентик. Тут мужчина визит на столбе какой-то не самый лучший. Можно было бы быть милосердным в нем, но у меня паранойя прихватит, к сожалению, не смогу. А плюс благочестие пойдет. И там появилось два сына. Два сына сомнительного происхождения. Причем одновременно появились они. Надо разбираться срочно. И нам, да, очень хочется быстрее двойные происки, чтобы двойне быстрее проблемы с наследованием решать, скажем так. И на нас напала армия северя, а вслед за ней... Э? Серьезно? Какого я не ожидал, но... Мы с этим, я думаю, достаточно просто справимся. Ну, сначала, конечно, с северянами. Хотя, если честно, северяне сейчас там будут источения умирать. Давайте сначала справимся с... Вот этим непонятным нападением. Ладно, если они призовут вот эту струну, то, конечно, будет более-менее... Непонятно, но это наша жена. Они вряд ли могут призвать. Ну, она вряд ли может свою сестру призвать туда. Это было бы странно. Я еще... Господи. Неплохо так прозвали, забавно. Ну, и мы сразу ее захватываем достаточно быстро. Причем в бою даже. Да, прямо в бою. Можем ее зависеть, как говорится, выкупить. Это достаточно выгодно. Поэтому мы сделаем вот так. И закончим эту войну, да. Плюс 300 монет просто нам она подарила. Спасибо. Ну, и мы вошли в раннее средневековье. Прекрасно. Доделаем, наверное, хотя... Наверное, сразу стоит бежать вот сюда. Ищики здания очень выгодны. И все остальное тоже. Но давайте, наверное... Есть, конечно, еще королевская прерогатива, которая тоже очень хороша. Стоит подумать. Наверное, прерогатива давайте первее. Ну, и отбили мы вторжение. Верно. Можем, кстати говоря, его выкупить. И потом победить. Прекрасно. Я еще могу золота бросить. Сюда. Более того, я обнаружил, что... Мало того, что мы ее тогда бы и поймали, так мы ее и муженька еще убили в бою. Нашицы, по крайней мере. Это не... Не хорошая судьба у них там. Но сами себя это навлекли. Достаточно было просто дать нашей дочке королевства. Кстати, смотрю, у нас тут, что вассал здесь вот есть претензия на курсику. Почему бы не захватить? Наш вассал будет нам благодарен. Мы можем, может, повысить у него потом налоги в что-нибудь. Наверное, и наше государство расширится, и мы бы получат больше денег. Почему бы нет? И моя дочь умерла. Но это баварская, которая... Окей. Давайте, наверное, все-таки возьмем какой-то перк негативный, который не самый плохой. Затворничество, дипломатия, управление. Неприятно, но это позволит нам сбрасывать стресс за этот престиж. Это более-менее нормально. Другие альтернативы там обычно имеют какие-то еще более плохие дебафы. Ой, у нас недоедание произошло. Нам теперь нужно, да, набирать вес. Это будет нам давать стресс, увы. И мы можем сдержанность сменить наглядливость. Не самый хороший вариант. Но это поможет и с весом, и, по идее, со стрессом. А что, пожалуй, нам стоит съездить на охоту, и, может, потом на пир. Потому что я все еще хочу съездить в универ, но у нас настолько много стресса, что... Ну, как ездить? Со стрессом... Там очень много стресса набирается. Я умру, если в универ. Поэтому надо сбивать. И мы отправляемся, конечно, на благородного оленя. Ой, нас тут это зовут подлежать в каком-то непонятном домике. Непонятно кто. Нет, нет. Мы сидим за охотой и за снятием стресса. Не таким образом. Загоняй в погоню. Тут еще у нас разные исходы. Значительно повышается. Ну, мы упустили. К сожалению, стресса не хватило. Но зато мы сняли неплохо так стресса. Может, еще набраться садоводом. Может, получим. Еще стресса получше сняли. Это так. Садовода мы не получили, увы. Ой, меня просто убили. Ну, это странно. У меня были очень хорошие трансы жить. Но вы умерли. Да. При подозрительных обсереджах. Знали о влечении охоты. Да. Он очень любил охотиться. Жаль только не на животных. Тем не менее, мы наследовали много территорий. На самом деле, даже лишнего. У нас теперь уверенный король, который выглядит нормально. Он жадный. Стоит там деньги. Он амбициозный. Стоит там статан. Но кучу стресса, что меня расстраивает. Ну, ладно. И, кстати говоря, будет еще по именам тоже там задавать стресса. И он фанатик. Что это было к счастью и военное дело. Что? Ну, нормально. То есть, такой солидный-солидный мужик. Я бы так сказал. У него еще есть близкая душа. Что, кстати говоря, снижает стресс. Это тоже ракарно. И там мы будем его выкачивать. Я думаю, все-таки ученость побыстрее. Давайте возьмемся, пожалуй, развитие. И сразу же отправляем его в университет. С этим заниматься в первую очередь. Или мы, может, уже не успеем, да, по идее. Да, на турнире мы не успеваем. Поэтому давайте съездим в университет. Так как мы имеем хорошую ученость. У нас, в принципе, образование учености. То, по идее, мы должны неплохо покачаться там. Могут договориться о союзах. Договариваемся обязательно. За титул неинтересно. И да. Продавать сейчас территорию надо. Подождите. Последний игрок в Восточной Франке. Если я сейчас умру, то я сейчас пересяду вот сюда. И буду там играть. А. Как будто это было бы вообще не так плохо. Потому что, ну, правительство здесь действительно неплохое. Честно говоря. И стат у него хороший. И титулов у него уже много. И получается мы бы подобединились. А там уже и до Франки недалеко. Но я считаю, что это немножко какой-то был бы читинг. Я в теории не должен на него пересаживаться. Я никак с этим персонажем особо не связан. Да, у нас есть какие-то, очевидно, связи. Но я туда никого не закидывал. Вот эти королевства, да. Тут как бы есть мои, так сказать, мои люди. Но там нет. Наверное, все-таки нечестно. И заканчиваю образование. Получаем мой левел ап образования. Получаем два левела учености. И получаем еще книжечку. Прочтение, проспотроговали управление. Ну, нет. Это мы не можем себе позволить. Плюс ученость. Это неплохо. Ой, они хотят на меня с этой карликс проклятием. Соответственно, это только отказ. И еще сходили мы на охоту и застрелим оленя. Да, прекрасно. И можем теперь получить его череп еще. Тоже полезно. Куча престижа, охота и стресс. Можно со стрессом расправляться. И там война на лотерингию. Кто это претендует? Вассал какой-то. Слушайте, у нас есть текущий союз с королем лотеринги. Давайте его все-таки поддержим и разберемся с восстанием. А у нас еще тень благочестия. Вот откуда у нас так стресс-то ведет. Я вроде это сам не нажимал. Но, судя по всему, да, есть. Плюс кучу благочестия, но я бы лучше, конечно, хотел бы снять это. Ладно, давайте стресс-стресс снимать надо. Я заодно выучил итальянский язык, что должно улучшить отношения и с вассалами, и с населением. Отлично. И, кстати говоря, с папа римским, что он говорит на итальянском. А еще мне сделали корону, которая дает претензийший максимум вассалов. Фигня. Но что есть, то есть. Наш вассал получил претензию на королевство Франкию. Мы с такими разберемся. Ну и смогли мы, наконец, победить в этой войне. Судя по всему, сотка. Должны сейчас смириться. Они параллельно делают нам новые артефакты. Делали нам шкафчик. Сделали нам, кроме того, копье. У меня теперь есть нормальное оружие, которое дает хотя бы 5 доблестей. Неплохо. Нормально. Еще и щит я получил французского народа, который идет... А, он идет? А, он идет, наверное, на стену. Да, признание и лечит варят. Ну, пойдет. Меня зовут в не очень приятную войну. Вот такой вот. Я надеюсь, это их война. Они нападают. Что он нас зовет? А, очередной претендент восстал. Ну, хватит спрети, это справимся, а остальное пускай сами разбираются. Можно дальше апгрейдить нашу династию. И что ж, слава у нас уже есть. Я думаю, эрудицию. Либо есть еще вариант пойти в коварство. Это действительно лучше, что приятно. И потихоньку, потихоньку тут можно будет дойти до вот этого. В теории, в теории. Мы можем просто отдирать всех в ужасе. Ну, астакивать себе ужас. Получайте бабки и, в общем-то, никто никогда не будет восставать. Ну, вообще, давайте по-правильному сначала выйти в достойную старость. Хорошо было бы. Давайте вот это возьмем, чтобы просто была базовая какая-то. И побольше. И прирастала получше. А дальше пойдем туда. И там мне так что скажут, что меня пытаются убить. Слушайте, я даже не уверен в том, что хочу я этого или нет. Как будто да. Как будто да. Потому что здесь качать вот сюда было бы на самом деле неплохо. То есть данный момент развести себя не могу. Но при этом и детей у меня нет. У меня одна дочь и вряд ли будут. Это не очень. И мне прислали ковер, звучит опасно, поэтому продаем его. Ну, ребята там проиграли. Войной туда. Ну, я не знаю, зачем нападать, когда нас силы не такие уж-то и сильные. Это плохо. Что поделать? Граф Форсен. Так, я понял. Нас пытаются убить Граф Форсен. Это мы не сможем сделать, но мы сможем сделать ответное убийство. Ну, смотрите, мы можем теперь покупать претензии. У нас правитель еще молодой. Достаточно. Сейчас будем фармить благочестие, поэтому давайте отправляемся в паломничество. Благочестивое, конечно же, нам нужен максимум. Конечно же, зерцание и смиренное. И фанатизм. И набираем все благочестие. Будем за него покупать потихоньку герцогство и этими герцогскими. В общем-то, захватывать потихоньку. Типа... Мы делаем вот так. Нет, не так. Делаем вот так. Но не на королевство, а на герцогство. А по факту это и есть все, что там есть. Так что мы его полностью захватим. Еще остался доводом. Это минус стресс, плюс управление. Имея придворных гостей. Супер вообще. Ну что, мы набили благочестия. Очень много. Набьем еще больше потом. И будем сейчас потихоньку по вот этим вот этим претензиям двигаться, захватывать соседние королевства. Наверное, вот этим тоже займемся. Надо будет как-то союз разорвать. Ну и Аквитанию будем есть. В Бургунде, в общем-то, как-то подъедать всех, кого можно. Так или иначе, с вами Дубгай был. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. Получили мы побольше территорий. Но в следующей серии будет еще больше. В следующей серии будет еще больше. В следующей серии будет в описании. До скорых встреч. Всем пока.